Иисус Христа Буду продолжать зачитывать тезисы православной реформации. Тезисы, я читаю 100 тезисов православной реформации, которые были приняты, провозглашены, торжественно и приняты на третьем поместном соборе нашей церкви, украинской реформаторской православной церкви. Как православный архиепископ, как обновленец, как реформатор, я считаю это очень важным сегодня информационно достичь очень многих христиан, очень многих людей, потому что реформация начинается с информации. В начале было слово реформация с информацией. Так вот, сегодня очень важные информации были звучать. И вчера, 9 сентября 2011 года, я засчитывал с нашего сайта тезисы. Вы можете зайти на наш сайт, alivechurch.info, живаяцерковь.info. Этот сайт вы видите внизу, на экране вашего телевизора. И вы можете зайти на сайт, и наверху, вверху нашего сайта, там есть такая ссылочка, называется «Тезисы православной реформации». Если вы мало знакомы еще с православным обновленчеством, с современным реформаторским движением, православным харизматическим, православным братством таким, то вам очень будет важно это прочесть, узнать. Я думаю, что вам будет интересно познакомиться с нами. Если вы еще мало знакомы вообще с православием, с христианством, то на сайте также есть информация, и вы можете прослушать проповеди некоторые, просмотреть эти проповеди, прочитать много интересного. И если вы смотрите сейчас эту видеопрограмму, и может быть вы еще не христианин, но на пути к Богу, может быть вы еще не спасены, не возрождены, может быть вы еще не знаете, куда вы пойдете после смерти, в рай или в ад, то вам нужно даже прежде, чем вы послушаете тезисы, помолиться молитвой покаяния, не откладывая в долгий ящик, не откладывая даже до кончания этой программы, этой передачи. Потому что время коротко, дни лукавы, мы не знаем, когда уйдем с этой земли, когда будет наш последний вздох, но очень важно принять, пока мы живы, пока мы на этой земле, принять Иисуса Христа как Спасителя Господа нашего. Дорогие телезрители, дорогие друзья, я хотел бы сказать очень важное сейчас перед чтением этих тезисов, перед тем как я продолжу эту очень важную тему, архиважную сегодня, потому что на кону спасение миллионов и миллионов людей, их бессмертных душ. Но Господь Иисус, я скажу так, Он пролил свою кровь не напрасно, Он пролил свою кровь святую на Голгофском кресте за тебя и за меня, за каждого из нас. Он воистину воскрес из мертвых, и это не просто красивое пасхальное приветствие, это жизнь, это самая жизнь, это правда, это, скажу так, это истина. Это истина, которая делает меня новым человеком, потому что Иисус Христос не просто воскрес и все, не просто Он улетел на небеса, вознесся и потом, когда однажды придет снова судить живых и мертвых, нет, Он воскрес, написано, для нашего оправдания, чтобы ты и я, каждый из нас был оправдан пред Небесным Отцом. И я предлагаю помолиться о молитве покаяния, осознав свои грехи, а любой нормальный, я думаю, человек здравомыслящий, он понимает, что он совершает в жизни много ошибок, что он грешен, он несовершенен. Это осознание, я думаю, в сердце каждого нормального взрослого человека есть, но этого мало. Просто осознать свои грехи, это одно, это лишь первый шажок к Богу, а второе, нужно знать, твердо верить. Поверьте, пожалуйста, дорогие друзья, что Бог есть и Он любит нас, написано в Библии, Он не просто вот где-то создал нас, запустил механизм жизни этой всей вселенной, галактики и потом сам устранился. Но, 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 нет, нет, Он жив и Он здоров, Он прекрасен, Он любящий, Он добрый, Он хороший Бог. И Он так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос, Агнец Божий, взял на Себя наш грех, грехи нас всех, наши болезни и немощи, и ранами Его мы исцелились. Дорогой Небесный Отец, Бог Святой, Отец Небесный, Сущий на небесах, живой Бог, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе и каюсь во всех своих грехах. Прости меня, прости меня, дорогой Господь, Иисус Христос, Ты пролил Свою кровь за меня, за каждого из нас, и за меня лично Ты страдал на кресте Голговском. Твоя святая кровь была пролита за мои грехи, я прошу Тебя, прости, Сын Бога Живого, Агнец Божий, прости меня, Иисус, вводи в мое сердце, живи во мне. Дорогой мой, любимый мой Господь, Иисус, Ты моя новая жизнь, Ты моя новая судьба, я благодарю Тебя за прощение грехов, за спасение, за жизнь вечную, Иисус, Ты мой Господь, Ты мой Царь, Ты мой Бог, я благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, наполни меня Духом Твоим Святым, Господь, во имя Иисуса, Аминь. Дорогие друзья, и вот примерно на такой молитве вы можете помолиться, если вы повторяли эти слова, говорите даже своими словами, благодарите Бога, верьте твердо, верьте, что Иисус Христос, Он любит вас, Он пролил свою кровь за вас и воскрес для вашего оправдания. Сейчас Он за вас молится, со своей кровью, ходатайствует за вас преднебесным Отцом, Он первосвященник, вошедший во святое святых за каждого из нас. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, уже почти 2000 лет, непрестанно ходатайствует за нашу планету грешную, за каждого из нас. И много уже поколений, уже 2000 лет прошло без малого, с момента начала нашей церкви, начала христианства, начала церкви Иисуса Христа. Так вот, все это время грешники разных народов, евреи, неевреи, с разным цветом кожи, в разных странах, в разных континентах, молятся о молитве покаяния, обращаются всем сердцем, веруют, что Иисус Христос есть Господь и Бог, спаситель их, и спасаются. Потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня благая весть для каждого из вас. Слава Иисусу Христу! Как евангелист, я хочу призвать, на самом деле, к этой молитве, к этой святой молитве каждого человека. И если вы еще колеблитесь, то скажу так, что все-таки изберите Иисуса, изберите жизни. Зачем вам погибать, зачем вам умирать? Потому что ад реален, и спаситель наш, Иисус Христос, Он спасает нас от ада навеки. Слава Иисусу Христу, нашему спасителю и искупителю. Аминь. Дорогие друзья, и я хочу продолжить говорить тезисы, но вот это самое основное, что прозвучало сейчас в начале, молитва покаяния. Потому что все остальное, о чем я буду говорить, будет непонятно, и, как говорится, как сгустя вода. Совершенно неуместно будет, если не будет спасения, жизни вечной. Потому что я для этого сегодня и обращаюсь к вам, дорогие телезрители, я для этого и тружусь, чтобы приводить грешников к покаянию, чтобы как можно меньше людей пошло в ад, чтобы как можно больше людей наполнило Царство Небесное. Чтобы как можно больше людей открыли для себя спасители Иисуса Христа, эту спасительную дверь, и взошли на борт спасительного ковчега, который есть Царство Божье. Слава Иисусу Христу! Потому что земля, и эти дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков. Но есть новая земля и новые небеса, куда грешник не войдет, но войдут только те, кто приняли Иисуса Христа спасителем своим, Господом своим. Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, и сегодня, как православный реформатор, конечно, я понимаю, что в реформации нуждается не только наша деноминация, не только православие. Я тружусь для реформации более, конечно же, православной церкви. Но сегодня в реформации так или иначе нуждается все тело Христово. Если вы смотрите сейчас меня, и вы православный христианин, я вас приветствую. Конечно же, в первую очередь я особенно хочу поприветствовать православных обновленцев, реформаторов, священнослужителей, прихожан украинской реформаторской православной церкви, других обновленческих, аризматических реформаторских православных церквей. Но, если вы православный христианин, и тем более, если вы священнослужитель, не обновленческий, а такой традиционной еще православной церкви, Московской патриархата, Киевской патриархат, Автокефальной украинской церкви, Старобрядческих православных церквей или Новобрядческих, неважно, Истинно православной церкви, Российской свободной православной церкви, других юрисдикций, неважно, какой вы юрисдикции, я вас приветствую, дорогие братья, сестры, именем Иисуса Христа. И хочу поделиться вот этим наболевшим, хочу поделиться именно тем, что сегодня, на мой взгляд, очень актуально в целом для нашей деноминации. Независимо от того, какой храм мы посещаем, как он называется, к какому патриархату он относится, к какой юрисдикции он относится, сегодня мы болеем, в принципе, одними и теми же болезнями. И нам нужно вместе, сообща, искать какой-то выход из создавшейся очень непростой, очень сложной ситуации. Господа, дорогие братья и сестры, я хочу продолжить это чтение. Я снова повторю, что это тезисы Великой Реформации, православной реформации. Многие эти тезисы касаются исключительно православных христиан. Но если вы смотрите меня, и вы не православный христианин, а вы, допустим, протестант, вы баптист, писядник, неописядник, вы, может быть, харизмат, вы адвентист или представитель другой, лютеранин, допустим, кальвинист, других протестантских церквей, я вас приветствую как брата и сестру также, вы католик, протестант, неважно, если вы христианин, если вы Христов человек, если Иисус Христос живет в вашем сердце, и для вас Евангелие это не пустой звук, а ваша жизнь, тогда вы брат и сестра мои, я вас приветствую. И я думаю, что в тезисах нашей церкви, в тезисах реформации православной церкви, для католических наших братьев будет тоже много актуального, потому что, в принципе, наиболее близкой к нам является, к православной церкви, я имею ввиду, католическая церковь по структуре, по догматике, наиболее близкой. И, в принципе, даже одними и теми же болезнями мы болеем, в принципе, духовными. И мы очень близки в этих проблемах, и нам нужно также, дорогие братья-католики, также вместе сообщать, искать выход из создавшейся очень непростой ситуации. Конечно, я понимаю, что есть какие-то особые проблемы именно в вашей динаминации католической, какие-то особые проблемы именно касающиеся боли нас, православных, но, в принципе, очень близкие проблемы. Для братьев-сестер с протестантских церквей я скажу, что большинство этих тезисов, в принципе, они мало актуальны и, может быть, даже совсем не актуальны для протестантских церквей, потому что протестантские церкви чаще всего болеют другими какими-то духовными недугами. И вам тоже необходима, конечно же, реформация, как и всему телу Христову, но какие-то отдельные пункты, отдельные тезисы, они актуальны также и для вас. Я думаю, то, что вчера прозвучало особенно, думаю, что зацепило как-то за живое и вас, дорогие братья и сестры протестантских церквей, потому что, в принципе, я говорил общихристианские некоторые такие догматы, тот же самый символ веры, который исповедуем все мои православные, протестанты, католики, и исповедание веры Бога нашего Отца и Сына и Святого Духа, Иисуса Христа, как первосвященника, ходатая, посредника Нового Завета. Это актуально для всех христиан и, в общем-то, но для вас, дорогие братья и сестры, вот именно в протестантской церкви, я обращаюсь к нашим телезрителям, если, конечно же, многие тезисы, они не актуальны, то для вас актуальны другие темы определенные. К примеру, по ходу сегодняшнего чтения я буду касаться вопросов, там, идолопоклонства, допустим, но многие протестанты думают так, что идолопоклонниками могут быть только лишь православные или католики, но это как бы однобокое совершенно осуждение, я думаю, это совершенно несправедливо, потому что всем нам христианам в Евангелии, в Новом Завете говорится быть осторожными с этими вещами и убегать идолослужения, идолопоклонства и прилагать усилия, чтобы не стать идолопоклонниками. То есть идолопоклонниками можно быть в любой динаминации, и проблемы есть, которые касаются так или иначе всех христиан. Господа, дорогие братья и сестры, я хотел бы продолжить с 51-го тезиса. Вчера я прочитал 50 тезисов, сегодня с 51-го тезиса до 100-го тезиса буду читать. Я буду комментировать, давать некоторые замечания, почему необходимость была создание этой программы специальной, почему я решился записать эту отдельную программу. Дело в том, что поступило, начиная с августа 2008-го года, уже 2011-й год, поступило очень много писем, очень много вопросов со стороны православных священнослужителей, прихожан Московского полиархата, Киевского полиархата, Украинской автокефальной православной церкви, писали староверы мне. То есть я вижу, что среди православного христианства, в общем-то, есть некоторые движения, есть сейчас некоторый интерес к обновленческому служению, обновленческому движению. Более того, скажу так, что посещая некоторые православные церкви в США, в Европе, в Австралии, я общаюсь с православными священнослужителями, задался таким вопросом, почему то, чем мы занимаемся, оно не распространяется, почему многие священнослужители, даже находясь на другом конце земного шара, по ту сторону океана, все равно находятся в таких же проблемах. Даже находясь в свободном мире, допустим, в США, где очень много, большая часть христиан, это евангельские, протестантские, верующие, звучат на десятках, на сотнях разных каналов, радио, телевидения, звучит Евангелие, звучит Слово Божье, однако же священники, служители и православные прихожане остаются часто в невежестве. Но, знаете ли что, в частности, я вчера упоминал епископа Марка Керси, это патриарх харизматической православной церкви, харизматик Ортодос-Черч, Флорида, США, в Сан-Августине находится центр этой юрисдикции православной харизматической, и посещая Сан-Августин, и находясь в общении с братьями, посетил я эту церковь Святого Креста, и потом общался с братьями, с патриархом, с епископами, с священниками, это американцы, в основном греческого происхождения, и скажу так, что я услышал много для себя нового и интересного. Я вчера вспомнил эпизод, который, думаю, зацепил некоторых из вас, дорогие друзья, меня он очень часто цепляет за живое. Патриарх сказал следующее, Марк Керси, что раньше для меня было странно, он православный белый американец, и для него было странно, что священнослужитель православный и молится на иных языках. А теперь для меня это странно обратное, говорит, если ты православный, тем более священнослужитель, и не молишься на иных языках. И, знаете ли, меня очень заинтересовало, что в этой юрисдикции восстанавливается библейское, новозаветное, апостольское, Христово понимание крещения Святым Духом, наполнения Святым Духом. И я ревновал о том, чтобы и в наших юрисдикциях, среди русскоязычного христианства православного, также реального Духа Святого жаждали, а не просто красивого, такого вкусного масла, которым помазывался бы человек миром, и священник провозглашал бы печать дара Духа Святого. Никакая не печать, никакого не Духа Святого. Разве можно реального Святого Божьего Духа заменить похучим дорогим маслом? Ни в коем разе. Даже самое драгоценное масло, оно ничего в сравнении с личностью, великой личностью Святого Божьего Духа. И поэтому давайте будем жаждать настоящего, подлинного, ни фальшивых, ни подделок религиозных. Давайте сбросим оковы религиозной демагогии, схоластики. Давайте отвергнем эту средневековую ложь. Давайте вас жаждем настоящего, правдочного. Хватит нам этих полуфабрикатов, знаете ли, религиозных подделок. Отвергнем ложь религиозных мошенников, вряса с крестами по ноги и на груди, которые много столетий, в общем-то, религиозную лапшу нам на уши вешали. Пришло время настоящего попробовать вкусить, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. Слава Иисусу Христу! Дамы и господа, дорогие братья и сестры, я хотел бы как раз здесь и продолжить. В 50-м тезисе я остановился. 51-й тезис. Да, если вы зайдете на наш сайт, alivechurch.info, вы можете прямо сейчас следить как раз по тексту. Там в тезисах православной реформации откроются 20 тезисов собора 2003 года, и будет видна ссылочка на полную версию на 100 тезисов собора, уже третьего поместного собора УРПЦ, бывшего в 2008 году. Так вот, в 51-м тезисе сказано о праздниках, если говорится. 14 октября было так провозначено. 14 октября мы празднуем Непокров Пресвятой Богородицы, как вот принято, к сожалению, в традиционном православном христианстве, в русскоязычном. А праздник Божьего Покрова. Давид, царь, говорил всемогущему Богу. Дальше цитата из Псалтеря, Псалом 31, 7-й стих. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Дальше цитата из 90-го Псалма. Знакомого, думаю, что православным христианам, особенно священнослужителям, я читаю в русском переводе, как здесь сказано было. «Живущий под покровом, под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы ледящей днем, язвы, сходящие во мраке, зараза, опустошающий полдень. Падут под для тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, и мы это говорим сейчас все вместе, да, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедут о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. Но руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоею. На аспире, Василиска, наступишь, будешь попирать льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, и защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Долготой не насыщу его, и явлю ему спасение мое. Аминь. Вот, надежда христианина. Вчера я сказал такое стихотворение, это было молитвенное обращение, даже к людям скорее, даже молитва. И я не стихотворец, не поэт, но иногда вот так вот вдохновение такое приходит, и записываю некоторые стихи. И вот касательно покрова, именно стихи были для меня, вот именно выражением вот моего сердца. То, что у меня было на сердце, и то, что сейчас есть, чтобы люди избрали Божий покров. Не покров Матери Иисуса Христа, или кого другого из умерших святых, не покров ангелов Божьих, но покров всемогущего Бога. Потому что ангелы не могут нас охранить, если мы не будем под покровом Бога. Ангелы Божьи, они работают, но лишь тогда, когда защищают нас, когда мы под покровом всемогущего Бога. Сам по себе ангел, он не сможет нас спасти. И это не его компетенция. Если Бог не повелит ангела, они лишь выполняют волю Божью. А умершие святые, включая Матерь нашего Иисуса, Господа нашего, они тем более не могут, вообще нам запрещено к мертвому обращаться, нам запрещено к умершим, так или иначе, как бы мы ни философствовали, ни размышляли, нам запрещено категорически обращаться. Это является спиритизмом, и это является великим грехом. Об этом тоже говорится в тезисах Православной Реформаторской Церкви. И моя мечта, конечно, чтобы в тысячах храмов, особенно в храмах, которые были названы в честь покрова, как раз, чтобы взывали люди к Богу. Этим 90-м псалмом, другими псалмами, стихами говорили, «Господь, Ты покров мой, Ты защищаешь меня, Ты благоставляешь меня, я Тебя благодарю». И это очень важно сделать, то есть смесить акцент. Заметили, да? В других предыдущих тезисах и в последующих тоже, что с Марией, с Матери Иисуса, с других умерших святых, с ангелов, мы смещаем акцент и на Иисуса Христа. Это называется сегодня в богословии христосентричностью. То есть, на самом деле, в православии сегодня нужна христосентричность. И не только в православии, вообще в христианстве, потому как, если мы христиане, то мы должны быть христосентричными. Христос наше основание, Христос, Он не только основание, Он и купол, Он глава церкви, и Он же все есть тело, вся церковь, это есть Иисус Христос, и Ему вся слава. Аминь. 52-й тезис, говорится тоже о праздниках, продолжается тема, это очень актуально для русско-этичного православного христианства. 27 сентября мы теперь празднуем не воздвижение Креста Господнего, то есть, воздвижение, прославление, чествование, как бы, Креста, орудие казни Иисуса Христа. Не крест, не воздвижение прославления Христа, а воздвижение, прославление Христа Господнего. Одну букву изменили, но уже принципиальная разница, да? Не Креста, а Христа Господнего, то есть, Иисуса Христа Господнего. И не крест, как страшно написано, орудие жестокой римской казни и позора, а Иисуса Христа, умершего на кресте, за наши грехи мы почитаем и превозносим. Слава Богу! А дальше, в этом тоже тезисе говорится, это 52-й тезис, говорится, Иисус Христос, и дальше цитата идет, так, пространная цитата, из филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стихи, филиппийцам 2, 6, 11. Говорится, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесное земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь. Аминь. Да, дорогие друзья, это очень важно. И, знаете ли, для меня, как для бывшего традиционного православного священнослужителя, до самого 96-го года я был священником традиционной русской православной церкви, Московского патриархата, и вообще с 88-го года начал свое служение в храме, уже полное служение на полное время, и я тогда читал на клиросе, пел на клиросе, хором руководил. С 91-го года по 96-й год уже был священником, трудился как священник русской православной церкви, был настоятелем приходов в Рязанской области, и немного в Брянской области поработал, послужил. И, знаете ли, как для бывшего традиционного священника, для меня это очень важно и актуально тоже сегодня это сказать, потому что я понимаю, вас, если вы сейчас меня смотрите, и вы традиционный православный священник, я понимаю ваше сердце, я понимаю вас, может быть, вот то, что сейчас я читаю, знаете ли, с воодушевлением, потому что для меня это очень близко, и это пережито очень, знаете ли, изнутри, но, может быть, вам непонятно что-то, и вы хотели бы задать вопрос какой-то, то, пожалуйста, не поленитесь, напишите мне лично, я готов вам ответить на ваш вопрос, поделиться с вами, знаете ли, может, свидетельством своим, как-то поддержать вас, что-то подсказать, и, если, допустим, вам кажется, вот то, что сейчас я прочитал, чуть ли не ересью, или ересью откровенно, знаете ли, очень важно не просто меня послушать, или кого-то еще, мало ли, один там епископ скажет одно, другой, третий, третий священник скажет четвертое, мало ли проповедников на этой земле и епископов, служителей, но, тем более, может быть, вы думаете, о обновленце, это, как бы, значит, вот такая веточка, такая, какая-то непонятная, православная, но, знаете ли, очень важно прислушаться к мнению не просто какого-то пастора, проповедника, а к мнению самого Бога, потому что, хотя у нас, у людей, может быть, свои мнения какие-то, безусловно, есть, вот нас, сколько 6 миллиардов, или 6,5, сколько нас, не знаю, сейчас на земле, человек, и у каждого, может быть, свое мнение, конечно, потому что мы уникальны, и мы имеем право на свое мнение, мы свободные люди, по образу Божьему созданные, но, знаете ли, есть мнение самого Бога, и лучше, все-таки, безопаснее для нас, и благочестиво, если мы верующие люди, прислушаться к мнению самого Бога, а мнение самого Бога, он сам выразил, это мнение очень, просто, доступно, понятно, понятно, и, скажу, это Библия Святая, Ветхий Новый Завет, где мы можем всякое откровение в церкви, всякую традицию церковную проверить, я вспоминаю Филарета, Дроздова, митрополита Московского, святитель этот говорил, еще в 19 столетии, говорил своим студентам, что, я так вольно приведу цитату, что, всякое откровение нужно проверять именно Священным Писанием Ветхого и Нового Заветов, и то предание, православной церкви, которое не противоречит, Дух и Буквы Писаний, это настоящее предание, а то, что противоречит, это и есть не настоящее, не истинное предание церкви. И, конечно, во времена Филарета, в 19 столетии, когда царское самодержавие душило церковь, православную, в своих объятиях, таких, знаете, или Цезарь Попийских, когда церковь была лишена самостоятельности, до самого 18 года нельзя было даже и помыслить о настоящей какой-то реформе, и поэтому обновленичество лишь только в 17-18 годах как бы и стало зарождаться, в Петербурге, в других городах по всей бывшей необъятной этой Российской империи. Знаете ли, но сегодня, думаю, кстати, все-таки очень важно всем нам, православным и христианам, особенно, если вы священнослужитель, прислушаться к мнению самого Бога и пересмотреть, и сегодня очень есть уникальная возможность пересмотреть свое служение, ведь лучше сейчас покаяться, лучше сейчас, пускай будет стыдно какое-то время, чем, знаете ли, потом всю вечность с локти кусать, потому что, ну, поезд уже уйдет, и многие священники, конечно, пытаются вот таким образом оправдаться, это очень знакомое, я думаю, оправдание для вас, когда говорят так, между собой общаясь, говорят так, но не мы это придумали, не нам это отвечать, мы лишь винтики в этом большом механизме, знаете ли, вот эта коллективная безответственность, это вообще ересь, потому что есть личная, персональная ответственность перед Богом, личная ответственность перед Богом, каждого из нас, и здесь нельзя прятаться за ширмой динаминации, мол, все там будем, и как-то вместе, и как-то и проскочим, вымолят, нас замолят, все это ерунда на постном масле, на самом деле, надо лично осознать ответственность перед Богом, и благодаря этому осознанию действовать, вникать в себя и в учение, и заниматься всем постоянно, и так мы не только себя спасем, но и те, кто слушает нас, слава Иисусу, и ведь говорится, не многие делают с учителями, потому что подвергнутся большему осуждению, только подумайте, какому осуждению могут подвергнутся те, кто из нас, что надевают рясу, крест на грудь, значит, и являются пасторами, священниками, и как русские пасторы, мы, конечно, обязаны, что-то сделать, сейчас что-то предпринять, и просто-напросто покаяться, вы можете думать, ну я простой сельский священник, или я служу где-то там на приходе, и мой епископ, конечно же, мои мнения не разделят, и что я могу без епископа? Знаете, наш епископ это Иисус Христос, наш пастор, наш патриарх, наш папа, Иисус Христос, и он есть глава церкви, поэтому осознайте свою личную ответственность перед Богом, осознайте, что есть Бог на небе, и он есть Судья Грозный, и очень страшно впасть в руки Бога Живого, подумайте об этом, братья, и хотя некоторые священники, я встречаюсь с некоторыми священниками, допустим, Московского патриархата, других патриархатов, трудящихся на территории бывшего безбожного Советского Союза, и некоторые из этих священников говорят так, что они стараются максимально сделать пользу на своем приходе. Да, это пока, думаю, для человека не открыто, может быть, все, это и возможно. Допустим, один молодой священник, ему еще 30 лет, он рассказал мне такую историю, он служит в в какой он ересье находится, в каких проблемах, и он стал на своем приходе бабушкам, прихожанкам своим, говорить, рассказывать об Иисусе Христе, читать Евангелие, собирать их по домам, и общаться с ними, и люди как-то потянулись к нему, но они по привычке, по инерции стали говорить, все-таки давайте послужим Богородице, молебен, давайте съездим куда-то на счетворный источник какой-то, а он стал очень аккуратно, нежно эти разговоры все переводить в другое русло, некоторые вещи пропускаем мимо ушей, как будто бы некоторые просто-напросто осторожно подвигая, и всегда стал говорить им, людям этим об Иисусе Христе, и знаете ли, что на его приходе с его слов большинство все-таки прихожанок, они стали чаще обращаться к Иисусу Христу, к Спасителю. Кстати, на мой взгляд, это очень важно, если вы все-таки решили остаться еще какое-то время, или думаете оставаться всегда в традиционном православии, то вот такой путь, думаю, он очень актуален. Вы можете остаться внутри своей юрисдикции, но что-то делают для реформации внутри юрисдикции. Хотя, я лично столкнулся с тем, что я не смог больше остаться, потому что моя совесть меня уже обличала, я не мог уже, допустим, крестить спокойно маленьких детей, хотя уже понимал, что педобаптизм, как было сказано вчера, вот в тезисах выше, крещение младенцев это ересь, и надо креститься по вере в Иисуса Христа самому человеку, я это понял, и оно мне надо, знаете ли, вот так вот совестью марать вот именно креща младенцев без веры, или допустим отпевать мертвых. Я в начале какое-то время еще пару месяцев еще совершал это, уже не молясь по сути за умерших, а используя вот эти похоронные служения для того, чтобы донести людям живым евангельскую весть, рассказываем о богаче Лазаре, про рай и ад, говорил, что избавитель есть Иисус Христос, и я часто там говорил тогда, что я говорю не покойнику, но вам, собравшимся там значит на похоронную процессию, желаю царства вам небесного, потому что покойник уже не может сделать выбор свой, он какой-то выбор сделал, мы не знаем, Бог судья ему теперь, мы не будем судить его, но мы должны сделать выбор, пока мы живы, царство небесное, это Иисус Христос, лишь дверь в это царство, он есть путь истинной жизни, слава Богу. Да, я хочу продолжить, наверное, потом я еще вернусь к этому свидетельству своему, походу, есть еще что рассказать мне. По поводу праздников, 53 тезис православной реформации, он продолжает тему праздников, их очень много, согласитесь, их слишком много даже в православной традиции, надо бы их обрезать в общем-то и сократить, но добрую половину можно смело выкинуть этих праздников и праздничных, и праздничных дней, потому что чаще всего святые, в кавычках, совершенно не святые, многие, чему греха таить. Католики правильно сделали, объявили деканонизацию многих этих святых, пора и нам, того же самого, целый сон, целый легион этих святых, ненужных, ни к чем, совершенно, ни к селу, ни к городу. Знаете ли, тот же самый Геннадий Новгородский, тот же самый, вчера его, кого упоминал в тезисах, Иосиф Волоколамский, тот же самый, Гаврил Белостокский, и много других, которых используют антисемиты, фашисты современные русские, и много-много всего. Нам нужно что-то с этим всем делать. Так, господа, дамы, братья и сестры, я хочу продолжить. 53-й тезис звучит следующим образом. Мы, говорит этот тезис, отрекаемся от лжепраздников, так было сказано Красна Соборь, Третьим Поместным, выдуманных древними еретиками и сектантами, но византийскими императорами, введенных в официальную православную католическую церковь. 4 декабря, в частности, введение во храм Пресвятой Богородицы, 21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы. Вообще, здесь паузу сделаю, конец 53-го тезиса. Знаете ли, по поводу 53-го тезиса были вопросы. Писали мне, некоторые с возмущением писали, как же так, что вы говорите, это ересь, эти праздники, они освящены уже, даже если их и не знали первые христиане, они освящены уже традицией многовековой и прочее. Но знаете ли, какая бы рана не была бы уже многовековая, она все равно рана. И скажу так, на теле Иисуса Христа сегодня очень много этих ран. Мы страдания нашему Господу доставляем всевозможными этими сектантскими выдумками, знаете ли. И по поводу введения во храм Пресвятой Богородицы, это вообще, скажу так, положа руку на сердце, не скрещивая пальцев, никто из священников не может сказать, и православных священников, что это правда. И это может только лишь либо аферист, пройдоха совершеннейший, сказать, либо невежда, человек, который просто-напросто полуграмотен, вообще, или же безграмотен. К сожалению, таковых много среди священников. И, знаете ли, господа, братья и сестры, скажу, что введение во храм Богородицы вообще откровеннейшая ересь. Я пару слов скажу, наверное, особенно для тех, кто, может быть, мало знаком с традицией православной и просто вслепую ходит в храм. И я знаю даже людей, которые посещают подобные храмы, как раз введенские монастыри, допустим, храмы введения Богородицы. И ничегошники не знают об этом празднике, ставят себе свечки. Так вот, для вас расскажу, что этот праздник просто-напросто шедевр религиозного мифотворчества, шедевр религиозного вот этого мракобесия, знаете ли, это выдумка религиозных аферистов. Только вопрос в том, кому это надо было все, кому это на руку. Конечно же, дьяволу, безусловно, и его приспешникам, всевозможным гностикам, монафам, которые вот в эту нездоровую мистику вергали и вергают церковь. Так вот, и якобы о Марию, я вкратце расскажу об этом празднике, лжепразднике, якобы Марию 4 декабря отмечается, когда ей было 3-4 годика отруду, ее вели, якобы, привели к храму Иерусалимскому, и ее первосвященник, ну как патриарх или папа, вел во святое святых Иерусалимского храма. И якобы она жила там до 14 лет. По другой версии, еще более невероятной, ее вывели в тот же самый день, но поселили при храме, и она каждый день ходила молиться во святое святых Иерусалимского храма. Обе эти версии, скажу так, это и смех, и грех. Это курум на смех, а не догмат. И скажу, что вообще, как не стыдно, как не стыдно нам, священникам, вот это все ересь распространять. Я покаялся в этом. Я отрекся от этого праздника во имя Иисуса Христа. Я просто предлагаю сейчас отречься от этого праздника ложного, от этого оккультного, потому что Божий Дух огорчается, потому что Бог не может действовать в такой праздник, выдумку такую, откровенную наглую ложь. Знаете ли, и кто есть отец лжи? Дьявол. И те, кто выдумали этот праздник, были слугами дьявола. И те, кто сейчас поддерживает этот праздник, так или иначе, вольно или невольно, они льют воду на мельницу дьявола. Нет дьяволу в церкви. Нет места сатане в церкви. Нет места бесам в церкви во имя Иисуса. Пусть наше помышление будет пленено в послушании Иисусу, а не бесам. Наше общение не с бесами, а с Иисусом Христом, с Духом Святым, реальным, Божьим, Святым Духом. Братья, сестры, давайте в страхе Божьем, просто давайте бояться Бога. Бога бойтесь. Братья, давайте, я обращаюсь в первую очередь к священникам, давайте покаемся, давайте покаемся, и давайте не возвращаться на блевотину, на эту духовную блевотину. Давайте скажем слова покаяния. Это очень важно. Кстати, если вы уже каялись вообще во многих этих грехах, в котором сегодня так и вообще находится традиционно православие, католицизм, но если именно в этом не отрекались, вы можете тоже помолиться сейчас, молитва отречения. Давайте скажем так, Отец Небесный, Бог Святой, прости меня. Если вы священник, то скажите, прости меня, как священника, что я был частью дьявольской машины, религиозной, мафиозной, коррумпированной структуры, и этот праздник ложный, оккультный, сатанинский, я поддерживал. Прости меня, грешника, прости меня, грешника, и во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от этого праздника, отрекаюсь от введения во храм Пресвятой Богородицы, во имя Иисуса, и вообще, как такового культа Богородицы, только лишь Иисус Христос, мой Спаситель, мой Господь, проливший свою кровь за меня, Иисус, очисти мое разум, мое сердце своей драгоценной кровью. Ты взял на себя эти грехи, и в том числе и вот эти оккультные религиозные грехи. Спасибо тебе, Господь, Бог Всемогущий, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, и я отдельно в некоторых проповедях более детально это рассказываю. Конечно, вот в тезисах это очень коротко и сжато. Если вас интересует, вы можете посмотреть мою проповедь отдельную, которая так и называется «Разрушение проклятий религиозного оккультизма». И касательно введения во храм Пресвятой Богородицы есть как раз у меня тоже проповедь, раздел именно об этом, DVD-диск. Вы можете это посмотреть. В сети постараемся это все выкладывать, чтобы информационно достичь миллионов православных христиан и чтобы пришло освобождение. Моя мечта, чтобы в этих храмах, которые были красивые храмы порой, знаете ли, красавцы, а это у нас очень есть хорошо, красиво, мы можем все-таки строить красивые храмы и наши предки построили прекраснейшие храмы, но назвали их хуже некуда. Веденский собор, Веденский монастырь, какой Веденский, куда Веденский, куда Вывединский? Нет, не Веденский, а Иисуса Христа, Христа Спасителя, Господа нашего, сладчайшего Иисуса, Святой Троица, Святого Духа, как угодно, но только не Богородица, пожалуйста, только не Богородица, только не, к Марии, к Матери Иисуса этот культ никакого отношения вообще не имеет, абсолютно, я вчера уже об этом говорил и сегодня буду говорить об этом. Господа, дамы, братья, сестры, здесь же в этом 53-м тезисе затронула тема так называемого праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Возлюбленные, это великое недоразумение. Вообще, мы не знаем, когда родился Христос, сам Иисус Христос, положа руку на сердце, кто из нас знает эту дату? Да никто не знает. Мы можем лишь предполагать, мы даже год рождения Христа знаем так вот постольку, поскольку. Потому что первые христиане, первых 400-500 лет не отмечали Рождество Иисуса Христа. Первых 300 лет, это 100% не отмечали праздника Рождества. Отдельно сектанты, карпократиане, там некоторые, они пытались отмечать Рождество Христа, но они мыслили совершенно язычески и оккультно. Это были гностические секты. Но христиане, нормальные, обычные христиане не знали подобных лживых этих измышлений. И никому в голову из нормальных христиан библейских, евангельских не приходило праздновать Рождество по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А оно нам надо? Зачем это все? Для чего? Непонятно. И когда в средние века стали высчитывать, когда же родился Христос, таки, сегодня уже мы знаем однозначно, сегодня наука нам это все очень наглядна. показала и мы знаем, что просто-напросто ошиблись. Средневековые монахи ошиблись, высчитывая Рождество Иисуса Христа. Потому что надо верить либо Евангелием, либо этим средневековым мифотворцам, аферистам. Почему я так говорю? Потому что согласно Евангелию, Иисус Христос родился, когда была перепись кесаря Августа, а она была до нашей эры. Несколько лет до нашей эры. Второе, что Иисус, когда родился, царь Ирод был, который убивал младенцев, мечтая убить Иисуса, младенца. Так вот, Ирод умер еще до нашей эры. Получается, либо Евангелие врут, либо эти монахи соврали. Я верю, что Евангелие не врут, они правдивы. А вот те вруны, болтуны, вряса, с крестами на груди по ноге имя, вот им позор и стыд и срам. Но еще больше стыд и срам нам. Нам стыд и срам, православным, христианам, особенно священнослужителям, что мы эту ложь поддержим до сих пор. Ну ладно, с Рождеством Христа хотя бы, хоть как-то с большой натяжкой, но можно как-то понять, что да, это праздник, да. Мы не знаем дату Рождества. Если вы, может быть, находитесь в некотором недоумении, сейчас вы думаете, когда же родился Христос, в декабре или в январе, ерунда. И не в декабре, не в январе однозначно, потому что перепись, когда родился Иисус, римская перепись проходила не в зимнее время, а исключительно в летнее время. Да и другие косвенные подтверждения есть этому всему, потому что Христос родился, пастухи со стыдами были в поле, а не в вертепах для законов, для скота. А вне вертепа ночевали животные с пастухами в полях в Израиле лишь в летнее время, начиная с праздника Шивот и заканчивая Рош-Хашана. То есть до середины сентября максимально. Или же до конца сентября. То есть июнь, июль, август и начало сентября. Вот время, когда мог родиться Иисус Христос. И явно до нашей эры. Пять, шесть лет. Мы не знаем даже точно. Так вот, но если с Рождеством Христа как-то с большой натяжкой можно условно дату эту обозначить, допустим. Хотя здесь тоже языческая такая оккультная традиция, потому что 25 декабря, 7 января по новому стилю, древние язычники, оккультисты, сатанисты, праздновали Рождество ихнего бесовского, этого бога, Митры, так называемого, и бога солнца, оккультного божества, демонического, которому поклонялись. И вот как бы вместо вот этого поклонения придумали поклонение как бы Иисусу Христу, Богу Солнцу. Вообще это все ерунда на постном масле, конечно. Это все откровеннейшая ересь. Пора нам снимать эту религиозную лапшу с ушей. Но Рождество Христа, я повторю, оно хотя бы библейски, можно и как-то его с большой натяжкой, но как бы оправдать. Допустим, я на Рождество проповедую с самого 96 года на Крисмос, Рождество, 25 декабря, 7 января. Я всегда говорю, что мы не знаем Рождества, когда родился Христос, да, то мы не знаем, имея в виду, но знаем точно, что Христос родился и родился для нашего оправдания, для спасения, чтобы взять наши грехи. И я каждый раз проповедую на последние вот эти последние годы на Рождество в разных церквях, бываю в гостях, и у себя в церкви, я проповедую и говорю, что примите Иисуса Христа в свое сердце, чтобы Он родился сегодня в вашем сердце. Это и будет вашим Рождеством, сегодняшним Рождеством. Если ты помнишь дату своего покаяния, если ты помнишь, когда ты покаялся, обратился к Богу впервые, это день Рождества Христова в твоей жизни. Собери друзей, если ты пять лет покаялся назад, поставь пять свечек в этом тортике, скажи, сегодня Иисус родился в моем сердце, и вот уже пять лет Он живет во мне. Это будет прекрасным событием в твоей жизни, но и в жизни Иисуса это будет очень радостным событием, безусловно, Он будет счастлив, очень сильно счастлив, очень сильно тебя благословит за это. Но, опять-таки, это возможные праздники Рождества, но Рождества Богородицы, и об этом вообще не полслова в Евангелии, и а для чего нужно было религиозным аферистам вот празднование Рождества Богородицы установить? Для того, чтобы людей закабалить, для того, чтобы сместить, дьявол был очень безумно рад, тому, что миллионы христиан стали взирать не на Иисуса, а на его маму, на его друзей-учеников, на кого-то еще мучеников-преподобных, и дальше-дальше, дальше в лес больше тров, больше-больше-больше евесей, лишь бы не Иисус, только не Иисус, пожалуйста, только не на Иисуса Христа взирайте. Вот такая была мечта дьявола. Но, настоящие христиане, не взирая ни на маму его, ни на друзей его послов, ни на мучеников-преподобных, смотрят на самого Иисуса Христа, потому что он есть ходатай Нового Завета, и только лишь в нем есть спасение, его мама не спасет нас никогда, ни за что, никого из нас не в состоянии спасти, и не спасла бы никогда. И, ну, говоря о земной жизни, она могла как-то помочь нам, допустим, могла помочь Иисусу, да, но когда она уже умерла, она не может помочь никому, как будучи мертвой. Также и другие умершие святые, они не могут помочь нам, но Иисус Христос жив, и Он праведник, и Он может спасти нас, слава Иисусу. Да, по поводу Рождества Богородицы, тоже опять-таки дьявольская подмена. Рождество Богородицы, вот этот древний Астарты, даже скажу так, не Астарты, а Артемиды, Эфесской, праздновались, как раз, в сентябре месяце. То есть, для сознания, вот этих обманутых бесами язычников, именно как раз, вот эти вот сентябрьские празднества, это были, как раз, праздницы в честь Богородицы. Артемиды, Эфесской, и других Богородиц, которых было очень много, великое множество в Древнем мире. И все это были бесовские откровения, конечно, оккультные откровения, ничего общего с христианством не имеющие. Хорошо, ну, с этим понятно, более или менее, хотя требуется еще, конечно, много разъяснения, но дай Боже, чтобы дошло до многих, что не надо молиться никому, кроме Господа Бога. 54-й тезис, здесь говорится следующее. мы отвергаем также и порочную практику так называемых радуниц, гробков, родительских суббот и других поминальных дней. Вот такой тезис короткий, но очень емкий. По этому поводу можно много тоже говорить, я вкратце скажу лишь, что молиться за упокой это безумство, это великий грех, потому что наше общение должно быть с живым Богом, а не с мертвыми. Умершим мы не можем помочь, мы только лишь в аду можем помочь такими молитвами дьяволу и его бесам, развязывая им руки, и мы этими молитвами за упокой даем им, этим бесам даем получается право действовать, какую-то юрисдикцию даем им, как бы формальное разрешение действовать на этой земле. И чем больше будет молитв за упокой, тем больше в аду будет больше или сели у бесов, ну и огорчение на небесах у ангелов Божьих, потому что их руки будут связаны, что помогает нам. Самим умершим душам, именно умершим грешникам мы помочь ничем не можем, потому как пока человек жив, в Библии очень четко говорится о том, что именно живому человеку обращение принять Спасителя Господа Иисуса Христа, мы не должны судить наших умерших, потому что один лишь есть судья, мы не судьи, лишь судья, один это Бог, мы лишь свидетели Господни, свидетели Бога, но свидетели Иисуса Христа, но не судьи мы душам, ни мертвым, ни живым. И поэтому вот практика, мы говорили в этом тезисе, отрекаемся, отвергаем от этой порочной практики. Очень важно, во имя Иисуса покаяться и здесь также. Кстати, в этих тезисах очень часто звучат такие отрицаем, отвергаемся, каемся, раскаемся. Я думаю, что читая эти тезисы, многие из вас тоже повторяют такие слова и говорят, мы каемся, отвергаем. И слава Богу, слышен уже звон цепей, я слышу, как падают цепи, духовные цепи с ваших рук и ног, с вашего разума, кандалы дьявольские. О, этот прекрасный звон цепей, они рушатся, они падают дьяволу прямо на голову и всем его бесам. И этому звону прекрасному радуются небеса сегодня. Слава Богу! Лазарь выходит из своих могил, слава Иисусу! Но их тела еще в пеленах этих вонючих, смердючих, да, они чем-то промаслены, пахучим, но все равно, да, может они даже и поначалу вкусно пахли, но там разложение, там зараза, смерть. И Иисус говорит друзьям апостоловам, снимите с него все эти пелены, они ему не нужны, он уже не покойник, он воскрес. И вот вы воскресаете, вы поднимаетесь и снимаете эти пелены. Во имя Иисуса я снимаю сейчас эти пелены с вас. Во имя Иисуса Христа пусть падут прямо сейчас эти цепи, пусть падут эти пелены греха. Во имя Иисуса Христа пелены религиозного культизма. Во имя Иисуса. Аминь, аминь, аминь. Слава Иисусу! Благодарность великому Богу! Слава Христу! Дорогие друзья, я продолжаю как раз следующий тезис, 55 тезис уже. Он продолжает тему молитвы за упокой. Здесь цитата, обращаю ваше внимание, этот тезис весь состоит из цитаты из сочинения Ивана Ивановича Мелиссину оберпрокурора Священного Синода который был оберпрокурором Священного Синода с 1765 по 1768 год. 11 глава его книги под названием «Пункты». Иван Иванович Мелиссину бывший директор МГУ который с подачи Михаила Васильевича Ломоносова императрицы Екатерины II посетивший его перед смертью Ломоносова избранным оберпрокурором Священного Синода был известен как реформатор впоследствии к сожалению репрессированный реформатор человек который ревновал о том чтобы церковь православная пережила в Российской империи пережила обновление реформацию и очень большую реформацию. И вот 11 глава его книги «Пункты» взята как раз цитата из 11 главы взята как тезис нашей церкви тезис православной реформации современной тогда в 18 столетии не получилось реформации но сегодня самое время действовать господа говорится следующее говорилось Иваном Ивановичем Мелесинов следующее «Не благоразумнее ли совершенно отменить обычаи поминания умерших? Подобные обычаи только доставляют духовенству лишний повод к различным вымогательствам». Слава Богу что тогда Иван Иванович Мелесинов оберпрокурор Священного Синода не побоялся говорить эту правду. Сегодня прошло уже много лет прошли столетия 300 лет прошло но авоз и ныне там господа ведь за это время что изменилось до сих пор различными вымогательствами занимаются священнослужители набивают карманы свои скажу так что это ужасно это ужасно и Бог сам говорил к еврейским священникам однажды устами пророка Осии и грехами народа моего кормятся они или питаются они и к беззаконию их простирается рука их и вот сегодня так же коступническим христианским священникам коступническим православным священникам Бог я убежден так же говорит как говорил к тем еврейским священникам устами своего пророка Осии через Библию святую он обличает сегодня нас с вами и говорит беззакониями питаются они и я служил когда-то настоятелем православного храма в Рязанской области был настоятелем храма и в Брянской области и знаю о чем говорю знаю что большинство их денег вне храма и в самом храме священник имеет наличных денег именно с умерших я служил в разных храмах я был настоятелем и служил в соборе и значит даже предлагалось мне даже должность ключаря собора в Рязани и скажу так что это конечно ужасно что большинство денег которые приходят в храм и люди жертвуют конечно много слава Богу это все деньги за умерших и священники питаются грехами получается нужно не заниматься этими вымогательствами а вернуться к нормальному библейскому принципу десятины пожертвований то чем учит слава Божье отказаться от этого вымогательства отказаться от знаете ли вот этого религиозного аферизма и не валять дурака на самом деле а служить Богу по-настоящему слава Иисусу ну а тогда в восемнадцатом столетии как раз в год смерти Ломоносова Иван Иванович Мересина стал оберпрокурором сам Ломоносов делал переводы некоторые на русский язык текстов богослужебных шестапсалми допустим сам Ломоносов идею взял конечно же покаявшись там на западе в реформатских и лютеранских евангелических церквях будучи слушая Слово Божье читая Слово Божье мечтал чтобы и русские люди могли слышать Слово Божье на русском языке но Михаил Ломоносов так и скончался не увидел своей мечты но его преемник Мелесину Иван Иванович с кем он имел тесное общение директор МГУ став оберпрокурором в общем-то как раз именно эту идею и проталкивал чтобы служение было понятным и много других пунктов прекрасных написал Иван Иванович Мелесину но к сожалению Синод Священный все эти это Митрополитбюро тогда уж не будем так говорить стало в жесткую оппозицию к этому реформатору смелому и в общем-то императрица к сожалению пошла испугавшись значит такого бунта в церкви знаете ли Пугачевщина такой религиозной пошла в попятную и репрессировала смелого реформатора его сняли с должности поставили совершенно такого инфантильного оберпрокурора к сожалению было так но ничего господа прошло уже много времени и сегодня нам Господь дает возможность реализовать то что не смогли реализовать наши предшественники слава Богу 56 тезис здесь сказано следующее мы отрекаемся от всяких прежних и новых попыток заменять истину Божью ложью слово Божье преданием вожди слепые долго нас вели в пропасть но мы вернулись к истине Слову Божьему Библии Аминь незамечательно ли это слава Богу я Бога благодарю что этот тезис прозвучал тогда на соборе в восьмом году 57 тезис мы выступаем против порочной практики церковных разводов противоречащих Писанию Господь наш учит дальше цитата идет из Евангелия от Матфея слова Иисуса Христа с Нагорной проповеди пятая глава говорит учат Иисус кто разводится женой своди кроме вины прелюбодеяния тот дает ей повод прелюбодействовать и кто женится на разведенное тот прелюбодействует к сожалению сегодня и в церквях творится просто ну просто дурдом грубо говоря извиняюсь конечно но это просто дурдом настоящий разводятся направо и налево и это беда и не только конечно наша православная беда венчаются развенчиваются и я встречал много таких вот просто-напросто запутавшихся православных христиан которые значит расписаны с одной венчаны с другой живут реально уже с третьей и уже голова кругом не знают чей же он муж значит уже от всех этих трех у него уже дети уже и батюшка вот я не знаю теперь чей я муж вообще по паспорту с одной по венчанию с третьей со второй а живу реально уже с третьей и люблю именно третью вы знаете ли вот подобные вот эти вот недоразумения от невежества человеческого конечно И от греховного сердца нашего человеческого развода Бог ненавидит. В Библии говорится, Иисус это очень четко выразил, вообще Библия учит нас Слово Божье, что Бог соединял, человек да не разлучает. И скажу так, к сожалению, это не только проблема в православной церкви, но и вообще в христианстве, в мировом христианстве. У нас в православии, наверное, проблема, она такая очень, знаете ли, выпуклая. Почему еще? Потому что нет элементарного учения о браке, о семье. Есть отдельные книжечки, конечно, но чаще всего их пишут монахи. Но что может монах написать о семье, о браке вообще? Ну это абсурд вообще. Это все равно, что, допустим, ну извиняюсь, блондинка написала книгу, допустим, для автослесарей. Ну я так извиняюсь, конечно, за такие сравнения. Или, допустим, к примеру, человек, который в жизни ни разу море не видел, он, допустим, пишет картины о море, значит, или хочет снять фильм о море. Им нужно посмотреть хотя бы. Или все равно, что слепой от рождения рассуждает о красоте, допустим, цветов. Он может красиво говорить. Или, допустим, девушка, которая замужем не была, значит, и не воспитала ребенка, еще не родила, а уже проводит о семье браке семинар, допустим. Ну это будет звучать красиво, хорошо, но как может монах говорить о семье, о взаимоотношении с женой, с детьми вообще? Он будет таким теоретиком, совершенно голым, и это все очень глупо выглядит, конечно. Вот такое глупое учение у нас, к сожалению, в православии распространяется. Но кроме монахов пишут, конечно, о семье браке и женатые священники, но чаще всего их учение очень далеко от библейского правильного взгляда на семью и брак. Чего греха таить? Большинство священников вообще о семье браке говорят. Вот молитесь Гурию, Самуну и Авиву, Февроне Муромской, Ксении Петербургской, кому-то еще молитесь о восстановлении семьи, брака. На самом-то деле, это все оккультные потуги, ничего доброго не может принести подобная оккультная практика. Я имею в виду обращение к этим умершим святым за семью за брак. На самом-то деле, за семью за брак надо молиться, и стоит молиться, но молиться Богу, не святым умершим, но Богу святому, Иисусу Христу. Ну, господа, великий обман сегодня царит на этой земле. Вообще, сегодняшний век, наверное, век обмана, если так вот его кратко выразить, суть. И, к сожалению, обман касается не только мира всего, но и Церкви Христовой. И не только нас, православных дьявол, знаете, так дурит, вокруг пальца обводят, к сожалению, но и протестантских, и католических христиан. И сегодня Церкви полны разводов, что является, конечно, проклятием. И Бог нам судья всем за подобное беззаконие. Я, как человек женатый, я говорю, что дьявол пытается брак, любой брак разрушить, и мой брак дьявол пытался разрушить, но ничегошеньки не получилось, потому что Иисус Христос заступился за нас, слава Богу. Мы молились, и мы молимся за наших жен, за наших мужей, христиане, мы должны молиться за наших детей, за наших родителей, за наши семьи, за целостность наших семей. И не допускать развода, что является проклятием и беззаконием, просто-напросто в святом месте беззаконием. Я прочитаю дальше 58-й тезис. Он продолжает эту мысль развода, который допускает сегодня православная церковь, берет грех на душу, на динаминацию целую. Это ужасно, конечно. Реформаторская православная церковь не признает 48-го канона 6-го Вселенского Собора. Я думаю, священники прекрасно понимают, о чем я сейчас говорю уже. 48-й канон является одной из самых еретических утверждений православной церкви, в чем нужно покаяться, безусловно, на 6-м Вселенском Соборе, в котором узаканивается монополия монашества в церкви и дается повеление к разводу священнослужителей, желающих принимать епископский сан. Цитата из этого 48-го канона. Жена, производимого в епископское достоинство, предварительно разлучается с мужем своим. К сожалению, вообще, как таковое епископство монашеское, это уже абсурд. Знаете ли, коль ты решил быть монахом, сиди себе в келье, молись и все. Но при чем здесь церковь? Не портите церковь, не лезьте в епископское кресло. Понимаете, потому что сами обеты монашеские и епископское служение несовместимые вещи совершенно. Это несовместимые продукты. Такой религиозный понос получается у нас, понимаете ли, динаминационная проблема такая огромная. И вот, что нам делать сегодня? Просто-напросто покаяться в этом. И если священнослужитель женатый, и ему предлагается сделать карьеру в церкви, быть епископом, почему им нужно разводиться? Зачем разводился патриарх, уже покойный, правда, уже Алексей Второй? Зачем он разводился с женой своей верой? Бог судья между этими людьми. И веру Алексея Бог любит. Зачем Богу раздирать то, что он соединил? Нет. Или зачем людям раздирать то, что Бог соединил? Да, у них это получилось у людей. К сожалению, Алексей бросил свою жену веру. И да, стал епископом, потом стал патриархом даже. Кстати, у госпожи Ридигер Брайля, когда интервью, она была не в обиде. Она потом вышла замуж за другого человека. Значит, как бы и жила, как бы долго и счастливо. И когда эстонские журналисты взяли у нее интервью, она говорила, что без обид относится ко всему этому происшествию. Но как бы она ни говорила, все это красиво, знаете ли, все равно есть раны, которые даже человек может прятать за просто панцирем каким-то, и никому не говорить, ни журналистам, ни на людях не говорить, даже детям самим не говорить. Но все равно эта боль, она глубоко в сердце остается. И развод это то, что никто не может исцелить. Даже Бог это не исцелит. Пока человек не покается, не обратится и не восстановится семья, это рана не исцельна. Никогда. Абсолютно никогда. И поэтому это проклятие, это беззаконие. И некоторые, правда, умники говорят, а вот я женился еще до того, как пришел в церковь. Ерунда. Ты уже в кронном завете со своей женой. Бог, церковь, меня только не венчали даже, меня только расписали где-то там в ЗАГСе. Бог святой. Неважно, в храме тебя венчали или в ЗАГСе расписали. Бог святой есть, Бог завета. И ты в завете со своей женой. Ты не имеешь морального права вообще перед Богом оставить свою жену. Иначе ты грешник, и нет тебе прощения, пока ты не осознаешь, не покаешься и не вернешься. Это очень важно. И скажу, что мы, как динаминация, православная, имею в виду, церковь, взяли очень страшный грех. Многовековой грех. Уже с того самого Шестого Вселенского Собора много воды утекло. Сколько порушенных судеб. Тот же самый Алексей Второй, значит, да, и его жена Вера. Значит, вот эти господа Ридигер, они были бы счастливой семьей, я убежден. Если бы не вот это динаминационные заморочки, если бы не вот эта ересь наша, знаете ли. Но ничего. Я считаю, что сегодня пришло время покаяния и исправления. Лучше поздно, чем никогда. 59-й тезис я хочу прочесть. Очень важная тема. Здесь вообще, как бы, все темы, я вижу, очень важны, на самом деле. И актуальны. 59-й тезис говорит нам о цезаре по письме. Мы отрекаемся от речения. Мы отрекаемся от цезарепопизма. Цезарепопизм. Дальше объяснение. Это модель взаимоотношения церкви-государства, когда государство во всем управляет и манипулирует церковью. А последняя стала неизбежно превращаться из невесты Иисуса Христа в апокалипсическую вавилонскую блудницу. Церковь становится послушным орудием в руках сильных мира сего. Цезарепопизм превращает церковь в заложницу криминальных политических структур и делает ее марионеткой в руках сильных века сего. Дальше. Да, это очень важно, потому что цезарепопизм является хроническим заболеванием правоославной динаминации. Хотя это касается не только у нас правоославных, это касается и тех же самых протестантов. Знаменитые дети, я считаю, Гитлера, мечта его протестантские церкви поставить под свой контроль. Правда, не удавшаяся мечта, не сбывшаяся мечта, потому что лишь треть, примерно треть протестантских пастырей встала под контроль, в отличие от католической церкви, в полном составе, фактически, кроме одного священника Бернхарта Литтенберга, ставшего под контроль национал-социализма в Германии. Значит, но, в общем-то, в православии это очень актуально. Очень актуально. И вот 60-е, кстати, обновленцы 20-х годов очень много сделали хорошего, что касается вот как раз разрушения цезарепопизма, этих твердын дьявольских. 60-й тезис православной реформации. «Мы принимаем решение относиться к государству, так как выразил свою позицию в отношениях светской власти Иисус». Дальше цитата идет из Матфея, 22-21. «Отдавайте кесарево кесарево, а Божие Богу». Там, где подчинение государству противоречит вере и совести христианина, там мы избираем повиновение Богу. Апостолы Христовы учат нас, что, дальше цитата идет из книги «Деяния апостолов», 5-я глава, 29-й стих. Деяние 5-29, внимательно, будьте. «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Аминь. Запомним этот текст Писания, Деяние 5-29, потому что это касается не только светских властей, но и церковных, и любых других властей. Скажу так, потому что больше, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Есть повиновение человеку, и мы должны повиноваться человеку. Есть повиновение, когда мы должны на самом деле слушаться человека, и это правильно. Дети должны слушаться родителей, налогоплательщики должны слушаться государству, значит, оплатить налоги. Мы делаем работу определенную, допустим, нанимаем себе какую-то фирму, то мы должны слушаться наших начальников. Но слушаться больше Бога, нежели человека. Если какой-то человек, он посягает на нашу свободу совести, свободу веры, и он приказывает что-то делать, что противоречит твоей совести, то ты не должен слушаться этого человека, каким бы он великим ни был, или значимым для тебя, больше повинуйся Богу. Слава Иисусу Христу. Дальше идет цитата, 61-й тезис, это такой большой тезис, это из декларации о создании православной церкви Возрождения. Декларация церкви Возрождения, апостольской православной церкви Возрождения, это та церковь, кстати, где меня руководили в епископы, где была хиротония моя. В 2002 году, 14 января, была хиротония, мое рукоположение в епископа, и там же было, в том же соборе епископов, было провозглашение меня уже, поставление меня архиепископом киевским, это было 14 января, я напомню, 2002 года, в апостольской церкви Возрождения. По благоставлению митрополита Стефана Ленинского, святитель Стефан, он благоставил эту хиротонию. И вот из их декларации, цитата, мы отказываемся, и украинская реформаторская православная церковь также декларирует это, мы отказываемся от географического национально-территориального принципа канонических территорий, по существу, представляющего из себя средневеково-крепостническое пережитки государственного устройства, перенесенного на сферу церковной жизни. Этот принцип, широко применяемый в православии, приводит в конечном счете церковь к духовной стагнации и, кроме того, к неизбежной зависимости церкви от государства. Вот что писал Владимир Соловьев, духовная власть не может быть независима от светской, если церковь существует в пределах лишь одного государственного образования. Национальная церковь всегда часть государства и всегда будет зависима от мирской власти. Дальше продолжается цитата из Церкви Возрождения. В наши дни растет движение «Врачи без границ», и мы также провозглашаем лозунг «Церковь без границ». Подлинное единство Церкви не в организационных структурах, а в духе братской любви, единении, вере и исповедании вероучительных истин и принципов духовной жизни. Предвидя критику со стороны заединщиков, хотим обратить внимание на то, что хотя православная Церковь имеет вселенский характер, как справедливо утверждают признанные Церкви, но реально православная Церковь существует в виде самостоятельных поместных церквей, и при том никто не утверждает, что единство православия умаляется. Интересное сравнение, да? Дальше 62-й тезис. Мысль продолжается. Это уже из устава УРПЦ. Реформаторская православная Церковь является многонациональной, экуменической, поместной автокефальной православной Церковью, находящейся в единстве и молитве на каноническом общении, на прочном основании Слова Божьего и Божьей любви, с другими поместными православными католическими и протестантскими церквями, со всеми признающими Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и любящим Его, независимо от их деноминационной принадлежности. Слава Богу, это очень важно. Потому что именно УРПЦ, некоторые пытаются обвинять, вот почему вы называетесь украинской, а просто потому что в Украине начался процесс обновленчества, возрождение обновленчества, и именно в Киеве наш центр, вот почему, реформаторская, потому что мы реформаторы, православные мы православные, церковь, мы церковь, все есть понятно, думаю, но мы являемся экуменической, именно многонациональной церковью, такой, знаете ли, открытой для всех церковью, слава Иисусу, это очень важно. 63-й тезис, продолжение тезисов православной реформации, принятых на Третьем Поместном Соборе УРПЦ в 2008 году. «Мы выступаем за евангельское понимание экуменизма». Это слово, кстати, многих пугает, православных, да, я тоже пугаюсь этого слова, когда оно употребляется в небиблейском, в неевангельском тексте, контексте. «За евангельское понимание выступаем экуменизма, как единство всех, то есть настоящее евангельское понимание экуменизма, единство всех любящих Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который так молился Богу, Отцу Небесному». Дальше цитаты из Евангелия от Иоанна 17, 17. «Освети их истину Твою, Слово Твое есть истина. Единство наше на прочном основании Слово Божьего, но не в грехе и компромиссе». Знаете ли, потому что, вот здесь требуется разобраться, потому что есть понимание экуменизма как суперэкуменизма, да, когда пытаются всех вместе в кучу смешать, и наших, и ваших. И здесь же и христиане, здесь же и мусульмане, и уже непонятно, что за религия такая рождается, и буддисты, и сатанисты, и всякое. Знаете ли, это уже откройный нынешний ересь. Когда Иисус Христос ни Господь, ни Бог, ни Спаситель, тогда уже там нет ничего доброго, конечно же. Потому что там нет истины. Потому что истина в Иисусе Христе. Истина не в компромиссе, не в грехе, а в Иисусе Христе. Мне очень больно, что, допустим, пытаются протестанты, американские протестанты некоторые, пытаются с исламом заигрывать и говорить, мол, ислам мирная религия и прочее, прочее. Давайте объединимся, Христослам как-то какой-то рождается непонятный во многих штатах. Это прискорбно. Мне еще больнее, когда я читаю о Татарстане, Башкортостане, других некоторых республиках, где большой вес имеют мусульмане, где православные епархии, православные священники объединяются вместе с мусульманами, чтобы душить евангельских христиан братьев своих. Против своих же братьев объединяются. Это ужасно, конечно. И сами не проповедуют Евангелие, фактически, и другим запрещают, тем, кто Евангелие проповедует. Это ужасно. И, конечно, супергуминизм является грехом. Кстати, есть моя об этом проповедь на DVD-диске. Можно в сети скачать и посмотреть в сети. Также можете посмотреть мою программу вместе с Александром Шевченко, снятую в США, в Сакраменто, в Калифорнии. Я говорил тогда как раз именно в программе «Позиция». Говорил о экуменизме, о единстве церкви и экуменизм. Там, я думаю, в программе очень все четко и ясно выражено. Лучше не скажешь. Поэтому рекомендую это все прослушать, просмотреть. Дальше, господа, дамы, братья и сестры, я хотел продолжить говорить тезисы реформации православной церкви. 64-й тезис говорит об антисемитизме. И дальше как раз говорится об антисемитизме. Раз мы говорим, и как раз в предыдущей тезисе говорили о единстве национальном, межнациональном, настоящем интернационализме. Потому что интернационализм это от Бога. Не коммунисты придумали, они лишь содрали это с Библии, они лишь занимались плагиатом. На самом-то деле Библия еще 2000 лет назад провозглашала, что во Христе Иисусе нет ни Иудеи, ни Эллина, что во Христе Иисусе новое творение, что во Христе Иисусе настоящий Божий интернационал, красный интернационал и прочее. Это все извращение такое политическое, религиозное. Так вот, и 64-й тезис. Читаю, вы можете следить, это по тезисам Украинской реформаторской православной церкви. Мы православные христиане отрекаемся от духа антисемитизма. «Ибо спасение от иудеев», как сказано было Иисусом, Иоанна 4, 22. «Мы благоставляем всех евреев, согласно числам 24-9, где говорится «благоставляющий благоставлен», «проклинающий проклят», поэтому нужно благоставлять, как наших старших братьев и сестер. 65-й тезис. «Мы каемся в грехе православного антисемитизма, хмельничину 17-го столетия и еврейские погромы, унесшие жизни тысяч евреев». 66-й тезис. «Всякая межнациональная рознь да будет проклята, и да не будет же впредь от нее плода вовек». Как Иисус говорил, у Матфея записано 21-19. Вот эти тезисы и дальше, и дальше дальнейшие тезисы говорят нам о том, что мы отрекаемся от антисемитизма. Кстати, Украинская реформаторская православная церковь, как именно на сегодняшний день бидер именно православного обновленчества, в общем-то, очень много утверждает подобных вещей. Я как епископ, архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, я с самого начала, еще даже не будучи епископом, будучи священником, в 2001 году, в конце 2000-го даже года, скажу, именно говорил об этом и писал об этом в листовках. Кстати, даже церковь наша родилась, протестую, по сути, против антисемитизма. Это было так. На сердце у меня было давно, обратиться к моим братьям, я знал тогда уже в конце 2000-го года, много пастырей, пресвитеров, старейшин, протестантских разных церквей, евангельских, пятисятники, харизматы и баптисты, других динаминаций. Так вот, и я, значит, написал на листочке, буквально их листочек распечатали, получилась небольшого формата листовка такая, с просьбой молиться об освобождении православной церкви от антисемитизма. И я сделал на ксероксе этих копий, я не помню, 10, 20, 30, сколько я их делал, этих копий, и раздал служителям некоторым, христианам протестантской церкви, чтобы, прося их молитв, о реформации православной церкви в этом направлении, об освобождении от антисемитизма. Потому что я там примеры приводил конкретные, что выше названное здесь в тезисах уже, впоследствии. И примеры какие приводил, что в книгах богослужебных есть тексты антисемитские, где евреи проклинаются, особенно перед Пасхой, Великим Постом, там десятки раз, когда евреев проклинают, значит, и обвиняют вообще, просто в глупых обвинениях, совершенно необоснованных. И потом, примеры Погромов также привел, Хмельничину привел, и вот протоколы мадрецов сионских, и прочие там эти всякие пасквили. Так вот, и что получилось? Я стал получать много писем, десятки, потом сотни. Я удивился, откуда такое распространение этой листовки. Оказалось, что многие пастыри, там, Вик Реннер, другие служители, им в руки попадали вот эти листовки, они загорались, у них внутри отзывалось все, они говорили, давайте будем печатать тысячами, десятками тысяч, распространять по всем нашим адресатам. И эти пастыря у себя в церквях, там, по своим миссиям в служении, в министрии, они стали распространять эти письма, эти листовки, и резонанс пошел. Слава Богу, думаю, это, знаете, редко в серфинге, волну поймать. И вот Божьего Духа, волна была как раз именно тогда, в конце 2000 года, протестовать против антисемитизма. И я встал на доску Слова Божьего тогда, и в этой волне Духа Святого просто-напросто поплыл. И по сей день одно из таких очень важных, в чем Дух Святой действует через нашу динаминацию, через нашу именно юрисдикцию, реформаторскую православную церковь, и это является именно протест против антисемитизма, потому что очень важно разрушить эти многовековые твердыни, очень важно достучаться до людей сегодня, чтобы пали эти оковы дьявольские, чтобы эти путы мертвящие упали. Слава Иисусу! Дальше, я хочу продолжить, я там, потому что мысли, она продолжается в 67-м, следующем, значит, и следующих тезисах. 67-й тезис православной реформации. Мы отрекаемся, опять-таки, тезис отречения, мы отрекаемся от ложной теории всемирного еврейского заговора, основанного на так называемых протоколах сионских мудрецов и прочих антисемитских пасквилях времен царского самодержавия и церковного самодурства конца 19-го, начала 20-го века, распространявшихся и распространяющихся порой и по сей день от имени православной церкви. Увы, эти самые протоколы сионских мудрецов были изданы как раз именно православной церковью. Мы взяли великий грех на душу. И, больше того, именно в православных церквях сегодня можно приобрести эти протоколы московского патриархата храмов, распространяются подобные ереси. Больше того, я знаю, что многие священнослужители читают подобные ереси. Не только их распространяют, сами и читают. Дамы и господа, братья и сестры, это ужасно, что вот эти антисемитские теории всемирного еврейского заговора, знаете ли, они просто-напросто полоняют умы миллионов православных христиан. Сегодняшние фашисты, православные русские, именно строят на этом, как раз на протоколах сионских мудрецов, на всемирном еврейском заговоре строят как раз свой антисемитизм, свою ненависть к еврейскому народу. Это прискорбно. Надо все это рушить и, конечно же, в первую очередь, нам, священникам, нужно каяться в антисемитизме и отрекаться от него. И объяснять нашим прихожанам, что антисемитизм это зло. Господа, братья и сестры, я скажу так, что многим священникам, антисемитам я это говорил уже, многим православным священникам я говорил так, что, говорю, даже если бы в еврейском народе не было бы ни одного порядочного человека за всю историю, даже если бы Авраам, Исаак, Иаков, патриархи, матерь Иисуса Христа, апостолы, все были бы негодяями, и вообще в еврейском народе, если бы никого не было порядочного человека, только лишь один Иисус Христос, уникум такой, родился, и вот он идеальная личность, да, Бог во плоти. Даже ради одного Иисуса Христа я бы любил и уважал весь еврейский народ. Даже ради одного Иисуса Христа он пролил свою еврейскую кровь за меня, грешника. И кто я такой, чтобы не любил потом еврейский народ? Для меня это святыня, для меня это особое, потому что в такой не очень дружной, даже скажу так, совсем не дружной семье народов нашей планеты есть народ, который сам Бог произвел. Бог произвел всех, конечно же, безусловно, написано от одной крови, но Бог нашел однажды Авраама, от него родил Исаака, от Исаака Иакова, от Иакова патриархов, от патриархов весь народ, остальное родил, для того, чтобы доказать этому миру, что он таки есть, и что все боги, мир и сего, вообще ничего не стоит, а что он есть, Бог, Господь. Спасибо за то, что евреи есть, спасибо за то, что родился Иисус Христос, наш Спаситель, который есть свет к просвещению всех народов, и слава народу своего Израиля. Аминь. Да, друзья мои, 67-й тезис говорит нам следующее, мы отрекаемся от теории замещения, служившей многие столетия вероучительной основой церковного антисемитизма, ибо дары и призвания Божьи не приложены, как написано Кримлинам 11.29. Апостол Павел Кримлинам 11.29 подтвердил, что дары и призвания Божьи не приложены, а теория замещения откровеннейшая ересь. Вкратце, для тех, кто может быть не в курсе, теория замещения, она звучит так, что Бог любил евреев раньше, клялся, божился, что он не разлюбит никогда их, а потом взял, однажды таки, и нарушил свою клятву, взял и разлюбил свой народ еврейский, и полюбил другую церковь христианскую, и теперь евреи прокляты, а христиане благоставленные. И все, что Библия говорила хорошо о евреях, все это говорится якобы теперь только о церкви, а все плохое, что говорил Бог о евреях, остается евреем. Вот вкратце вся теория. Она очень глупая, бестолковая совершенно, и совершенно не обоснована ничем абсолютно, потому что все Писание говорит нам обратное, что Бог он вечный, что он когда избирает, он не ошибается, что Бог он дары и призвания не приложены, что любовь его вечная, он не такой, чтобы любил, любил, потом взял и не люблю. Все, полюбил другую, развод, как говорится, да, но нет, не получается так, потому что мы Бога представляем тогда совершенно по-человечески, как человека, но Бог не человек, чтобы лгать ему, чтобы изменяться ему, Бог вечный Бог, и Бог полюбил навеки, навсегда, и он клялся в этой верности своей, через Иеремию, через Исаию, через других пророков, клялся, обличал, да, много обличал свой народ Бог через пророков, но и также говорил о своей великой, неприходящей любви. Для меня, как для нееврея, очень важно, что Бог не разлюбил свой еврейский народ, если Он не разлюбил свой еврейский народ, значит, Он не разлюбит нас, церковь, значит, между нами не будет даже все кончено, значит, Господня любовь, несмотря на то, что мы православные, в частности, сделали против Бога, несмотря на все это, Он по-прежнему любит нас, это, меня окрыляет, это верность Божья, она вдохновляет, если бы не это, я бы никогда не взялся за труд реформаторства, если бы не это, у меня не было бы стимула работать, жить, побеждать, трудиться на ниве Божьей, потому что любовь Божья, она превосходит наше понимание, слава Иисусу. Но теория замещения, самая ложная эта теория замещения, она противоречит Божьему библейскому взгляду, потому что, как Библия описывает Бога, именно библейского Бога, как мы знаем, и Бог, теория замещения, это два разных Бога совершенно вообще, неправильный Бог, теория замещения. Дальше, 69-й тесис, мы православные христиане, участники сего обновленческого собора, сегодня молимся словами, какими молился римский папа Иоанн XXIII, в составленной им молитве покаяния в антисемитизме. Кстати, братья и сестры, вчера я упоминал покаяния, какие совершал Иван Павел II, но Иоанн XXIII предварил эти покаяния, и именно его молитва покаяния сегодня звучит в наших церквях, в наших храмах и в наших молитвенниках. И я хочу этой молитвой сейчас помолиться вместе с вами, если вы согласны помолиться, молитвой покаяния, то помолитесь сейчас этой молитвой, молитвой римского папы Иоанна XXIII. «Мы осознаем, давайте скажем так, мы осознаем теперь, что многие века были слепы, что не видели красоты избранного тобой народа, не узнавали в нем наших братьев. Мы понимаем, что клей мукарина стоит на наших лбах. На протяжении веков наш брат Авель лежал в крови, которым мы проливали, и сточал слезы, которым мы вызывали, забывая о твоей любви. Прости нас за это! Прости нас за то, что мы проклинали евреев. Прости нас за то, что мы второй раз распяли тебя в их лице. Мы не ведали, что творили». Вот такая сильная молитва. Аминь. Очень важная молитва. И просто хочется сказать такое, очень четкое и ясное. Аминь, аминь, аминь. Да, друзья мои, братья и сестры, это очень важная тема, и я хочу продолжить говорить о тезисах православной реформации.